Карар, Турция, еще одна помеха решению по формуле 2 государства. Менсур Аген. Карар, Турция. 21 ноября 2019 года. Правительства США всегда проводили произраильскую политику, рассматривали безопасность израильского государства как свою собственную безопасность. Даже в мирном процессе Уосло консенсусные формулы, предложенные Биллом Клинтоном и Серу Арафату, были явно произраильскими. Но ни один президент США не был так предвзят и так пристрастен, как Трамп. Как только Трамп пришел к власти, он урезал всю финансовую помощь палестинцам, прекратил поддержку агентства Бапор, УНРУ, созданного ООН для помощи палестинским беженцам, закрыл офис организации освобождения Палестины в Вашингтоне, привел в действие решение о переносе американского посольства в Иерусалим, много лет находившееся в подвешенном состоянии, посодействовал изменению международно признанного статуса Иерусалима и голландских высот. А в понедельник, 18 ноября, госсекретарь США Майк Помпе заявил, что израильские поселения на западном берегу реки Ордан не противоречат международному праву. Хотя Помпе отметил, что это не относится к какому-то отдельному поселению и не может служить примером, данное заявление развеяло последние надежды на поиск решения по формуле 2 государства, которое сможет оправдать ожидания палестинцев. До недавнего времени США утверждали, что эти поселения противоречат международному праву и, в частности, 4-й Женевской конвенции, статье 49. Остальной мир тоже признал эти поселения незаконными. Несмотря на обратные утверждения Израиля, Совет Безопасности ООН подтвердил эту позицию резолюцией номер 446, принятой 22 марта 1979 года, о Генеральной Ассамблее ООН, разными другими заявлениями и резолюциями. Но, к сожалению, этот тезис утратит свой фактический вес, перестанет быть бесспорным элементом переговоров. Это беззаконие, которое признается самой могущественной страной мира не только негласно, но и официально, станет отправной точкой для новых будущих переговоров и новых планов. То понимание, которое стало принципом переговоров со времен мирного процесса ВОСЛА, изменятся, а воображаемые границы палестинского государства, которые постоянно сужаются, станут еще уже. С точки зрения Помпео, такое заявление объясняется необходимостью учитывать сложившуюся реальность, подготовить условия для переговоров и обеспечить решение сторонами проблемы независимо от того, кто прав или не прав. То есть, иными словами, устранить правовое препятствие для еще большего угнетения сильным слабого. Гассекретарь США вежливо говорит, «Отныне мы признаем не всеобщее право, а право сильного». Не стоит удивляться, если скоро будет обнародован план, который, как утверждается, готовит взять Трампу Кушнер, Кушнер. Ведь конъюнктура чрезвычайно благоприятна для такого рода свершившихся фактов. С одной стороны, Трамп подвергается давлению, а с другой стороны, нетаньяху. В США идет процедура импичмента. В Израиле никак не удается создать правительство. Для того, чтобы изменить повестку дня, необходимо разработать новые креативные решения, увеличить поддержку общественного мнения. Кроме того, уже нет того арабского мира, который сопротивлялся бы силе. Саудовская Аравия, когда-то говорившая, что без возвращения к границам 1967 года не будет мира, а не будет мира, арабы не признают Израиль. И подписывавшаяся под арабской мирной инициативой, теперь охвачена совершенно другими настроениями. Саудовская Аравия стремится перетянуть Израиль на свою сторону в противовес иранской угрозе. Египту нужны США и Саудовская Аравия для собственной стабильности, даже выживания. Ирак никак не может залечить свои раны. Сирия занята гражданской войной. Вливание – свой политический кризис. Иран при всем своем весе не включен в решение этой проблемы. И, давайте посмотрим правде в глаза, у нас тоже достаточно проблем. Нам нужно отдавать приоритет своим вызовам в отношениях с США. Мы не можем уделять меньше внимания таким проблемам, как партия Демократический Союз, Пыть, Кипр и другие. Более того, даже если бы у нас не было никаких проблем, очень маловероятно, что от них только наших усилий. Нашей дипломатии было бы достаточно для того, чтобы заставить администрацию Трампа отказаться от решений по Палестине и получить результат, который порадует палестинцев. Мы, наверное, снова можем созвать Организацию Исламского сотрудничества, АИС, как в случае с вопросом о статусе Иерусалима, добиться принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, напомнить о международном праве прошлых резолюциях. Но мы едва ли можем запустить такую инициативу, которая повлияет на ход процесса достижения мира и вселит в палестинцев надежду. И, скорее всего, мы не сможем убедить Израиль вернуться к границам 1967 года и достичь компромисса на основе этого принципа. Мне кажется, что, если мы собираемся сделать что-либо для Палестины и палестинцев, то проще всего и гораздо эффективнее это будет сделать совместно с ЕС. Конечно, важно при этом заручиться поддержкой АИС, обеспечить подтверждение принципа возвращения к границам 1967 года и других основных параметров решения. Если мы сможем привлечь на свою сторону крупных и влиятельных игроков, это пойдет на пользу как палестинцам, так и нам, поднимет Турцию, а точнее, представление о Турции на новый уровень. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.